Ну она будет тоже довольно такая теоретическая, то есть мы пока не будем, к сожалению, доказывать каких-то серьезных глубоких теорем, или по крайней мере, ну просто было в прошлый раз дано определение несимметрической операды, вот, а в этот раз я обещал симметрического, еще мне после лекции один участник, значит, задал вопрос, который на самом деле мне надо было бы озвучить, ну как бы обсудить, когда я формулировал, насчет теоремы Мэя, да, то есть вот если вы помните, я сформулировал теорему Мэя, вот, которая, первую ее часть точнее, которая говорила, что если я определил, что такое операда маленьких дисков по модулю того, что мы не знаем, что такое симметрическая операда пока, ну так, более-менее не знаем, но тем не менее, вот было EN, операда маленьких дисков, да, операда маленьких дисков, вот, я напомню, что EN от K, ARNST-K, это конфигурационное пространство, K штук непересекающихся дисков, непересекающихся дисков внутри единичного диска, внутри диска радиуса 1, радиус 1 в размерности N, вот, то есть, ну вот, например, если N равно 2, как я в прошлый раз рисовал, то вот, вот, E2 от K выглядит примерно таким образом, что у нас есть, значит, такое фигурационное пространство, точкой которого является расположение дисков, которые не пересекаются различного радиуса внутри диска радиуса 1, и было объяснено, что это образует, что на этом деле есть операдная композиция, и была сформулирована теорема, вот, Мэя, что пусть, вот эта теорема Мэя, пусть и топологическое пространство, на котором, на котором действует, вот эта вот операда ЕН. Ну, помните, мы в прошлый раз говорили, что, что такое, что X, какое-то является алгеброй, на котором действует, да, сказать, что операда действует на чем-то, это просто абсолютно синоним того, чтобы сказать, что это что-то является алгеброй эндоперадой, да, вот, действует, значит, операда ЕН, вот, тогда, значит, X равняется омега NY, ну, скорее не равняется, а слабо эквивалентно, если, ну, на самом деле, если и только если, но только, ну, в смысле, что в одну сторону это довольно очевидно, поэтому, значит, если P0 от X группа, то есть количество связанных компонент X группа, ну, довольно очевидно, что, на самом деле, если у нас даже есть однократное пространство петель, вот, от Y, то P0 от этого дела, да, с любой там отмеченной точкой, это то же самое, что P1 от Y, и это уже группа, то есть, на самом деле, если у нас есть N-кратные, ну, если там N больше либо равно 2, это Абелева группа, то есть, на самом деле, если у нас есть N-кратное пространство петель, которая, значит, не обязательно, конечно, ну, имеет одну компоненту связанности, то P0, количество компонент линейной связанности, это группа, вот, и, собственно, вот молодой человек один задал замечательный вопрос, а именно, ну, вот, например, говорит у меня, допустим, P0, это 2, от X это 2 элемента, то есть, как бы, 2 компонента связанности, это группа или нет, вот, и я забыл сказать, что, на самом деле, имеется в виду, что, вот, действие моей операды, оно индуцирует некоторое действие на P0, то есть, в частности, некоторое умножение, и, на самом деле, это, вот, имеется в виду, что это группа с точки зрения некоторого умножения, вот того умножения, которое у меня сдается этой операдой. То есть на самом деле тот феномен, о котором мы сейчас говорим, это я просто вот хочу, я вернусь сегодня, я не буду прямо сейчас давать эти определения, но я сегодня вернусь обязательно к этому. То есть мы говорили в прошлый раз, что M это замкнутая моноидальная категория, ну симметрическая вообще, если мы про симметрические операторы говорим, симметрическая моноидальная категория, то есть это означает более-менее, что в этой категории есть умножение и то, что она замкнутая, это означает, что в ней есть внутренний холм. То есть это означает, что вот есть холм обычный, морфизмы в категории, который множество, и тут, значит, есть такая вот штука, Z это изоморфно холму от X, значит, в Y, Z. Где вот это, вот это некоторые, вот это, это некоторый внутренний холм, и в этой перспективе доказывается, что этот внутренний холм и внешний связаны таким образом, что если мы берем холм из единичного, да, должен быть еще, конечно, единичный объект, вот это и это единичный объект, вот в этот вот внутренний холм, то это в точности означает внешний холм. То есть в этом смысле, на самом деле, если у нас есть такая вот категория, то мы, то есть на самом деле вот с помощью холма, в котором source это вот этот единичный объект, мы можем ее перевести в ординарные категории, то есть в которой холма это множество. Но с другой стороны, вот наличие такого внутреннего холма очень часто помогает, вот. Ну да, поэтому на самом деле, если вот в прошлый раз, в частности, возникали такие вопросы, что вот я говорил, например, что я говорил, вот, что есть там identity в O от единицы, да, O от единицы, это некоторые, как все эти O, это элементы M. Ну вот кто-то меня спрашивал, тоже очень разумный, кстати, вопрос, что означает, то есть это у нас как бы элемент M, объект M, что значит, что, то есть это не обязательно множество, но вот мы вот это дело интерпретируем как вот, ну, так как мы с каждым объектом, там, X, объект M, вот, мы связываем с этим делом вот холм из этого единицы, внешне из единицы в этот объект X, это уже множество. То есть для того, чтобы задать, короче говоря, значит, вот, ну да, то есть вот эта штука, она интерпретируется так, что у нас есть некоторый вот выделенный такой холм из единичного объекта нашей миндальной категории, вот, единицу, и дальше все эти аксиомы должны быть на самом деле чуть-чуть более пунктуально переформулированы, имея в виду, что это не множество с каким-то имеющимся там элементом, а вот некоторый такой морфизм. Ну, используя, что и это единичный морфизм. Ну, давайте этот-то я не буду… В общем, если кому-то интересен весь этот вот, вот, все вот это вот, то есть, значит, такая книжка или, по-моему, статья длинная Келли, называется «Enriched, по-моему, если я не ошибаюсь, Enriched category slavery». Ну, я совершенно не… я ее, например, ну, мне это немножко скучно читать, и я никого не заставлю, даже, как сказать, не пытаюсь побудить читать, но при этом там, по крайней мере, даются прямо на первых страницах все эти вот определения, поэтому если кому-то хочется чуть более глубоко посмотреть, то можно глянуть в эту книжку. Вот. Ну, так, короче говоря, вот на самом деле то, о чем тут вот идет речь, это то, что если у нас есть некоторый функтор из M1, M2, это некоторый функтор двух моноидальных категорий, двух замкнутых моноидальных, замкнутых, там, симметрических моноидальных категорий, вот, то, например, например, топологические пространства в множество, и это, значит, P0, это вот то, что релевантно к нашей истории, то мы можем, значит, перевести опираду в M1, в опираду M2, если этот функтор достаточно моноидальный, то он нам дает опирады, значит, давайте его, ну, в общем случае F обозначим, то, значит, вот этот вот функтор F, опирады в M1, в опирады, вот, которые, в которых эти все компоненты принимают значения в M2, ну, и, в общем, это довольно даже очевидно, я сейчас скажу, что нам от этого функтора надо, нам надо, чтобы F от X в F от Y, некоторая такая слабая моноидальность, то, что называется лакс моноидальность, в F от X умножить на Y отображалась, ну, и плюс там какие-то были аксиомы, ну, и единица тоже, если я не ошибаюсь, единица должна отображаться в F от единицы, то есть тут будет единица в M2, а тут M1, ну, собственно, точно так же и здесь, вот это вот в M1, а это в M2, вот, ну, и если у нас такое есть, то мы можем, значит, то мы можем как раз вот про ваш вопрос, я начал с того, что про вот эту самую, что значит группа из двух элементов, вот, ну, да, значит, и вот, ну, и вот, если теперь у нас есть, значит, такой вот моноидальный функтор, то глядите, если у нас была вот эта вот операда некоторая, значит, она задавалась вот таким вот образом, N1 там на O от NK, ну, в O от N1 плюс NK, да, вот, были такие вот штуки, которые мы называли операдными композициями, где вот все вот эти вот O от I, это вот объекты нашей первой моноидальной категории, вот, то мы можем, значит, просто тупо применить функтор F каждый из этих штук, вот смотрите, у нас что получится, F от O от K, да, давайте мы назовем, значит, O' от K, значит, просто по определению F от O от K, вот, ну, и давайте мы посмотрим, что это тоже операда, только уже в другой категории, в категории M2, да, то есть получается, что F от O от K, значит, нет, ну, сначала мы можем, да, сначала мы можем просто применить F ко всему, вот это, ну, давайте я лучше напишу на, ну, на другой доске, чтобы не комкать, ну, то есть я могу сначала просто применить функтор F, только я оставлю себе свободную строчку, вот здесь вот, на которой что-то будет, а тут я напишу F от O от K на O от N1 так далее, на O от NK, значит, оно отображается в F от O от N1 плюс, плюс NK, ну, это хорошо, но нам теперь нужно связать вот F от этого длинного тензинного произведения с тензинным произведением F, и ровно для этого мне нужен вот такой вот, как бы моноидальный, лакс моноидальность этого функтора, потому что я вот отсюда заключаю, что F от O от K, значит, имеется стрелка вот сюда, из F от O от K на F от O от N1 на так далее, да, то есть, вот, в смысле, вот этот F, вот эти штуки, да, вот бета, x, y, давайте их назовем, но, в принципе, нам это не надо, это бывает так, тогда, не, но дело в том, что, на самом деле, если это изоморфизм, то мы можем эту штуку рассмотреть и в ту сторону, и в другую, в эту сторону это называется лакс, в обратную сторону колакс, но, на самом деле, для того, чтобы вот, ну, наверное, на практике это почти всегда изоморфизм, но не всегда, но вот для того, чтобы вот это сказать, нам не надо предполагать, что это изоморфизм, то есть, просто главное, вот предполагать вот это, ну, и плюс там некая аксиома лакс моноидального функтора, ну, как-то там это все, если вы три объекта берете, то у вас возникает своего рода ассоциативность, да, ну, понятно, в общем, какая, то есть, если у вас есть f от x на f от y на f от z, ну, то есть, тут еще, конечно, сам надо иметь в виду, что само тензорное произведение, оно там с точки сюда ассоциатора ассоциативно, но если пока на это забить, то у нас есть две стрелки, на самом деле, в f от x на y на z, да, то есть, мы, эти две стрелки должны быть равны, вот, ну, какие две стрелки, ну, мы можем сначала прийти, значит, в f от x умножить на y на f от z, да, а потом можем прийти, значит, в f от x умножить на y умножить на z, а можем, вот, сначала вот с этими двумя, можно писать f от x на f от y умножить на z, а тут f от x умножить на y умножить на z. Ну и если это выполняется, то совершенно очевидно, что можно безболезненно применять это f к уже итерированному такому моноидальному произведению, где у нас много штуковин так перемножено. Вот. Ну хорошо, но там есть еще аксиомы с единицей, и как-то это все должно быть связано, давайте я умолчу. Вот. Ну в общем, короче говоря, ну хорошо, если я уже об этом сказал, то давайте мы чуть-чуть продолжим. Ну и поэтому, значит, если у нас, ну вот у нас, например, была операда маленьких дисков EN, операда в m1 равно top. Ну вот, у нас есть функтор P0 и stop во множество. То есть каждому пространству сопоставляется число, ну множество его компонент линейной связности. Вот. Ну утверждается, что, ну понятно, что и это, и это, это замкнутая моноидальная категория, ну вот, топ с некоторыми оговорками, но неважно. Вот. И надо проверить вот это вот моноидальное свойство. Ну в данном случае это, конечно, изоморфизм, да, потому что P0 от X умножить на Y, это что у нас такое? Это P0 от X там умножить на P0 от Y. А это у нас прямое Декартово произведение множества, это произведение в топологических пространствах. То есть в этом смысле из этого следует следующее, что вот у нас была операда в топологических пространствах, мы к ней применяем этот функтор. И более того, если X алгебра над операдой O в M1, то F от X алгебра над операдой F от O в M2. Не, ну в общем, на самом деле совершенно нетрудно понять, что когда мы, что вот конфигурационные пространства этих дисков, они линейно связаны, да, то есть любую конфигурацию дисков можно в любую другую, значит, перевести некоторым таким перетягиванием, что ли, да, без пересечений. Поэтому в нашем случае, если мы берем, значит, операду P0 от EN, вот, ну то это как бы на самом деле, ну мы тут симметрическую операду рассматриваем, поэтому тут диски должны быть пронумерованы, поэтому это множество из N факториал элементов. То есть, грубо говоря, самое такое вот множество из N факториал элементов. То есть все зависит только от нумерации дисков, а если нумерация дисков фиксирована, то мы можем любую конфигурацию дисков одну перетянуть в другую, то есть это множество, одна компонент. То есть, грубо говоря, это такая вот симметрическая версия операды ASSOЦ, и мы сегодня это рассмотрим в деталях, и алгебра над ней, это просто, ну как бы умножение одно ассоциативное. То есть, вот, если у вас есть такая вот операда в множествах, это примерно то же самое, что операда ASSOЦ, только, во-первых, она симметрическая, во-вторых, она в векторных пространствах, не в векторных пространствах, а в множествах. То есть алгебра над такой операдой, это моноид. Алгебра над такой операдой в множествах, это моноид. Ну, вот, по той же причине, что вот если у нас есть там x некоторый моноид, то, ну, у нас есть такие анарные операции, вот, которые, значит, берут x сигма 1, умножают на x сигма 2, на x сигма n, да, то есть если у нас есть анарная операция, где в x, вот. Ну вот, то есть, то есть вот такая история, и на самом деле, то есть каждый моноид является алгеброй над этой операдой, ну, и легко понять, что примерно, как мы делали в прошлый раз, что общая алгебра над такой операдой, это моноид. Вот, ну, и, значит, поэтому, ну, моноид это одно умножение такое, то есть это значит, что у нас есть π0 от x, но тут лучше написать z, да. Вот, π0 это z, π0 от x, значит, умножить на π0 от x, ну, вот, получается, что оно отображается в π0 от x, и это отображение, оно совершенно индуцировано, на самом деле, то есть оно, как бы, само отображение получается, вот, из действия нашей операды EN на пространстве x, вот. И требуется в теореме Мэя, чтобы вот это вот умножение на π0 от x имело обратное, вот. То есть сказать, что это группа, имеется в виду, что это не просто, там, если π0 два элемента, то это не просто, абы какая группа на двух элементах, а это, что вот это конкретное умножение, которое так получается, оно на самом деле имеет обратный. То есть, что этот моноид на самом деле группа, да. Если этот моноид на самом деле группа, вот, то x там слабый эквивалент на омега n y. Нет, ну потому что, ну потому что, грубо говоря, ну потому что, если мы по-разному перенумеруем диски, мы, ну, грубо говоря, у нас с каждой конфигурацией дисков есть на самом деле n факториал элементов операды EN, вот, потому что мы можем их, как бы, менять нумерацию. Сейчас, может быть вы, секундочку, нет, нет, вы на самом деле правильно говорите-то, я, я совершенно, вы, да, молодец вы, опять, я неправильно сказал. То есть, как, я сказал правильно, вот если n, если n, нет, смотрите, если n равно, вот, совершенно хороший вопрос тоже, да. Если n равно единица, то ситуация такая, у нас диск это интервал, вот, и у нас, значит, вот тогда есть вот некоторые такие интервалы, вот, и тут уже действительно, вот в этом случае при n равно единице, если мы меняем нумерацию этих интервалов, то это существенно другая картинка, и это наследуется на компонентах линейной связности. Мы не можем в одном мире один интервал через другой перекинуть. То есть это действительно будет, вот P0, E, N от K будет иметь K факториал элементов. А если у нас n больше либо равно 2, то на самом деле, например, если у нас есть диск 1, 2, а есть диск 2, 1, причем бы тот же самый, то совершенно очевидно, что с точки зрения компонент линейной связности одно перетягивается в другое. Поэтому действительно вот в этом случае, когда n больше либо равно 2, P0 от E, N от K, это единственный элемент. Вот, поэтому, а если у нас есть единственный элемент, то алгебра над этой оператой это коммутативный маноид. Мы это сегодня обсудим дальше тоже. То есть не просто ассоциативный, а ассоциативный коммутативный. Вот, то есть, ну, потому что, грубо говоря, если у вас единственный элемент, то умножение во всех таких порядках, они должны быть одинаковые, не зависеть от порядка, как бы. Вот, но при этом мысль такая же самая, что у нас априори на P0 от X при n больше либо равно 2 возникает структура коммутативного маноида, и мы требуем, чтобы этот коммутативный маноид был, ну, с обратным элементом. Вот если n больше либо равно 2, да, 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 да. Потому что, да, потому что я считаю, да, вот это вот, да, правильно. То есть априори, априори, вот когда мы определяем операту e n, у нас все диски должны быть пронумерованы. Но дальше, на самом деле, если мы считаем P0 от операты e n, то ситуация при размерности 1 и размерности больше либо равно 2 совершенно разная. В одном случае вот P0 это точка, это когда n больше либо равно 2 в любой арности, а в другом случае это, значит, n факториал этих элементов. Ну, вроде теперь понятно, да. Вот, на самом деле я сегодня хотел поговорить, вот дать несколько таких, не то что занудных, но на самом деле интересных, в общем, в чем-то определений. Вот, симметрические операты. И, ну, и несимметрические тоже. Вот, то есть идея в том, значит, что сначала мы определяем, как, что такое симметрическая последовательность в n. Это, значит, о от 0, о от 1 в n. И симметрическая группа от n элементов действует на о от n. То есть это, вот, называется, значит, симметрическая последовательность. Вот. И, вот, дальше операта, да, симметрическая операта. Это, ну, давайте мы эту симметрическую последовательность назовем P. Вот, такое красивенькое. Вот, ну, на самом деле, вот, вот опера, ну, то же самое можно сказать и про несимметрическую операту. Это такая же самая последовательность, только уже без действия симметрических групп. Вот, и на самом деле я хочу сказать, что вот на, сейчас, как же это, давайте как-нибудь обозначим. Ну, в принципе, предполагается, что это действие правое обычно, но на самом деле для конечных групп правое и левое действия – это одно и то же. Вы это понимаете, да? Вот, поэтому, ну, в принципе, вот будем иметь в виду, что действие правое. Вот, и, значит, хорошо. Ну, значит, у вас есть морфизм, у вас все же, ну, вы можете, ну, у вас есть вот всегда, вот, как мы тут писали, такой вот хом, который есть уже и множество, да, если взять единицу, там, я не знаю. То есть оно не элемент последовательности должно переставлять, а вот на объекте. Оно единственное должно переставлять, да, то есть вот sigma n, то есть вот оно действует из O от N в себя же, и это вот sigma n, и должны быть такие операции, да? Вот, ну, и на самом деле я, давайте я сначала дам определение, значит, чтобы было понятно, что такое, значит, симметрическая операция, а потом я это дело интерпретирую. Ну, значит, я хочу, чтобы у меня было то же самое отображение. Ну, вот, но теперь это должно, значит, тут есть некоторые, так сказать, нюансы, да? Вот, значит, на этом всем действуют какие-то группы. На этом действует группа sigma k, тут sigma n1, sigma nk, и тут sigma n1 плюс nk. Вот, и мы требуем, значит, некоторую эквивариантность относительно этого действия. Значит, эту эквивариантность можно описать таким образом. На самом деле, вот давайте, так как это должно быть при любых, давайте вот здесь вот напишем это вот n, вот, и мы напишем чуть-чуть по-другому то же самое. Мы напишем, что, значит, o от k тензорно умножить на прямую сумму по n1 плюс nk равно n. Тут напишем o от n1, o от nk, вот, отображается в o от n, да? Вот, ну, значит, у нас вот теперь действует симметрическая группа на k элементов здесь, и она действует вот на этой прямой сумме, потому что симметрическая группа из k элементов, она переставляет со множителя. Если у вас есть o n1 на o от n2, то перестановка это o от n2 на o от n1. То есть у нас тут есть там k факториал не со множителя, извините, слагаемые. Вот у нас, ну, ну да, то есть вот у вас есть как бы k факториал слагаемых, прификсированных n1 и nk, вы их можете в разном порядке теперь написать, потому что мы берем прямую сумму по всем разбиениям, и оно их просто переставляет как бы. То есть вот на этой прямой сумме тоже действует sigma k, и тут действует sigma k, и мы требуем, чтобы вот это вот было эквивариантно относительно этого действия. Значит, это вот первая история, это первая симметрия, которую мы, первая вот, то есть это вот мы требуем от нашего вот этого оператного умножения m. Вот, а второе, вторая история заключается в том, что у нас теперь, значит, действуют вот эти группы, sigma n1, так далее, sigma nk, и они нам дают, то есть вот у нас есть отображение, sigma от n1 на sigma nk, есть отображение в sigma n1 плюс плюс nk, да? То есть как оно устроено? Вот у нас есть группа n1 элементов первых, группа n2 элементов, и здесь есть некая перестановка sigma 1, здесь перестановка sigma 2, так далее nk, тут есть перестановка sigma k, ну и понятно, что все это вместе вот с сохранением вот порядка этих блоков дает нам перестановку на n1 плюс nk элементов, да? Вот, и требуется, чтобы вот действие, но чтобы вот, если это обозначить i, вот, чтобы действие вот этого элемента отсюда вот на этой штуке, чтобы оно переходило в действие вот с точки зрения вот этого отображения, и соответствовало действию sigma от n1 плюс nk на правой части, да? Понятно, что я сказал? То есть у нас есть два типа как бы эквивариантности, которые должны быть соблюдены, вот. Ну и плюс у нас, вот. Ну я надеюсь, я сейчас немножко это переформулирую, потому что мне будет удобнее. И мы... А? Да. В нижней формуле, да, где там выпивая сумма, как бы на камне, где это как бы на н1 плюс nk, в нижней формуле, вот в этой. Те же самые, но просто у нас вот здесь... Но нижней суммы всегда равна n, то есть да. Да, но теперь, но тут у нас один только выбор этого разбиения n на n1 nk, а тут я рассматриваю все возможные, то есть это, грубо говоря, сумма по всем возможным разбиениям числа n в k неотрицательных слагаемых. Видите, тут знак прямой суммы, а тут всего лишь один элемент этой прямой суммы. Если брать один элемент, то я не мог бы сказать про действие вот этой симметрии sigma k, потому что, ну, вы не... Ну, потому что у вас, когда вы переставите вот эти факторы, у вас уже будет, ну, другой элемент этой прямой суммы. Очень тихо говорить. Мне кажется, что в этой прямой сумме, судя по тому, как она записана, всего 1 или 2. Нет, ну давайте возьмем, например, не знаю, n равно 3. У вас и ak равно 2. У вас есть тогда, допустим, o от 2 на o от 1, а есть o от 1 на o от 2. Это разные, в принципе, элементы. Вот мы берем прямую сумму всех таких. Они, естественно, изоморфны. И мы как бы вот элемент, который переставляет 1 и 2, но у нас k равно 2, n равно 3, да? И вот элемент в sigma k, который переставляет 1 и 2, он просто вот в нашей прямой сумме переводит этот элемент в этот. А тут это... Не, ну это довольно важное условие, а тут это сказать невозможно. Ну вот левое, да, должно быть, да. А здесь речь идет снова о правом действии. То есть у нас получается, что вот на вот этой вот прямой сумме у нас возникает на самом деле одно левое действие, вот sigma n1 и так далее, sigma nk, и одно, то есть правое действие, и одно левое действие sigma k, которое переставляет это дело, и эти действия коммутируют. То есть это как бы бимодуль такой получается. Ну хорошо, значит, теперь я хочу... Ну да, и у нас должно быть еще, конечно, должна быть, конечно, единица, то есть у нас должна быть... Вот, давайте где-нибудь здесь напишу. Помимо этого identity. Вот, единица. Ну вот, и должна быть аксиома... Ну, аксиома ассоциативности, конечно, должна быть, которую мы в прошлый раз формулировали, но я не знаю, но я могу, значит, напомнить, грубо говоря, это означает, что если у нас вот одну операцию можно... Вот если это o от k, у нее, значит, k входов, и тут вот есть o от n1, и так далее, o от nk, вот, то, собственно, вот то, что делает оператор, она вот из всего вот этого вот, m изготавливает некоторую другую операцию, в которой, значит, n1 плюс nk входов, да? Вот, ну и как бы с этой точки зрения тут должна быть ассоциативность, как и та же самая, что в несимметрическом случае. Эта ассоциативность устроена, значит, таким образом, что если у вас теперь есть двухуровневая, значит, операция, то есть вот еще теперь вы к каждому концу еще здесь прифигачите тоже, значит, такую операцию, вот, то ее можно, значит, свернуть уже будет в одну операцию там с очень большим количеством ног двумя способами, значит, первый способ, это вы начинаете снизу, вот вы два раза применяете операцию m, но вы можете начать сверху или начать снизу, да? Если вы начнете сверху, то первым делом вы, значит, вот возьмете вот композицию вот этих, получите вот это, а теперь каждый вот у вас, теперь каждому вот, значит, здесь хвостику будет прифигачено, вот соответствующая вот эта операция, и вы возьмете теперь вот эту композицию и получите, соответственно, результат, в котором будет операция уже с очень большим количеством. Я в прошлый раз это просто писал на уровне формул, мне не хочется повторяться. Вот, а можете наоборот это сделать снизу, то есть вы можете, как бы, начать вот с того, что у вас, вот взять эти оператные композиции на самом нижнем уровне в каждом месте, вот, а потом наоборот взять оператную композицию и вот того, что у вас получится тут, с верхним, и это должно совпадать. Ну, понятно, да? Сказал. Ну, просто я в прошлый раз чуть более подробно это говорил, я не хочу повторяться. Вот, и должно быть, значит, еще две аксиомы единицы, то же самое, то есть identity, которая заключается в том, что если вот, ну вот если мы такое M, как-то я, наверное, как-то вот, ну, да, ну вот если взять вот тут вот identity, значит, а тут некоторую, то есть взять M от identity, то есть M, которая, в которой K равно 1, вот identity, а тут взять, значит, просто одну операцию, какую-то K-арную, вот, M, вот, вот identity O от K, если так можно выразиться, вот, что это, ну, ну, дайте Psi, где Psi, это O от Psi K, O от K, вот, то это будет равно Psi K. вот это первая аксиома единица, а вторая аксиома единица, это наоборот, если вы берете тут K равно чему-то, и вы берете, значит, тут некая Psi K, наоборот, K-арную операцию, а тут берете много вот этих identity, из O от единицы, вот, а это должно быть то же самое, что Psi K. То есть это визуально можно выразить таким образом, вот у вас есть унарная операция identity, тут у вас любая операция Psi, и это должно быть равно Psi, это вот, вот первая, значит, аксиома, да, вот, а вторая аксиома, она выглядит таким образом, что если вы, наоборот, берете Psi, а тут вы берете много вот этих унарных операций identity, вот, то это тоже должно быть Psi. вот, но теперь уже, значит, это дано в полной мере, все эти определения, так, значит, ну, давайте мы сделаем небольшой перерыв, я пока сотру с доски, а после перерыва я расскажу, или не надо делать перерыв, как скажете. Давайте сделаем, да, не очень длинный, 5 минут, а потом мы, значит, продолжим, я сейчас сотру что-нибудь с доски, потому что мне нужно немножко много места. Рекординг стопт. Я не помню, давайте ничего не будем делать. По-моему, мы на стоп где-то нажимали, нет? Мы… Нет, ну вот просто в зуме можно ее на паузу поставить, а тут ее, видимо, только выключить можно. Нет, не надо, мне кажется, потому что запись на YouTube идет сейчас все равно с зума. А, с зума. Ну вот то, что да, сейчас как бы вот Николай Александрович, он отсюда не качает, потому что ему хлопотно, это вот азово. Я тогда это очень хлопотно, потому что первые 40 минут люди делают, у меня, в общем, маленькая, а то что вы не делаете. Сейчас я был очень маленький, а мои формулы еще меньше. То есть вы не делаете. Покажите-ка. Ну, сейчас я послужу. А что же они вам ничего не сказали, наши дорогие слушатели? Нет, они-то могли вас включить в кубер-карту? А я не знаю, как надо это сделать. Нет, так если они могли, то и, нет, то что у вас тут на компьютере было маленькое окошко, в этом ничего проблем. У меня ничего проблем нет. Катя. Записывается все равно. Ну, конечно, да. Не-не-не-не-не-не-не-не, там то, как это все Николай Александрович переводит из зума, он тут совершенно не важно, какое окошко зума на вашем локальном компьютере. Нет, просто я так понимаю, что есть два способа как бы загонять это в YouTube. Первый способ, это там, это есть копия, которая сохранена в зуме, да? Вы же жмете запись тут, да? Да-да-да. Да-да-да. Вот, она сохраняется. Ее можно напрямую заливать от зума, и это чем-то проще. А более сложный, но более качественный вариант, это вот как бы брать сам файл записи вот с этого ящика, как бы, и перегонять там, вот сначала скачать себе домой, допустим, а оттуда уже залить на YouTube. Вот, тогда получается отличное качество, но это как бы занимает несколько часов времени, и как бы, не, а в основном, в общем, просто я так понял со слов Николая Александровича, что если мы будем вот так вот регулировать микрофон в зуме, то есть мы как бы будем чуть-чуть его, он говорит, у вас слишком громкий голос. в итоге выключите запись, которая ведется на компьютере, или оставите? Не, оставьте, ну, что, что лишний раз? Не надо лишних силодвижений, как говорится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, давайте, может быть, начнем? так все да нет еще вроде не все ладно давайте я тогда пока я не забыл а скажу вот я сейчас буду рассказывать про некоторую такую алгебру некоторую но я пока не забыл я хочу сказать про второй пример более содержательный вот этого вот перегонения операды из одной моноидальной категории в другую вот а именно значит из категории топологических пространств в категорию комплексов над фиксированным полем ну или над z если хотите тоже можно вот значит у вас m1 будет равно топ а m2 будет равно давайте напишу c от к это значит комплекса над полем к на самом деле эти комплексы будут не не положительно градуировал дифференциал у нас корень и прогресс также я должен повторить значит а вот то что сейчас я приведу второй пример а значит вот вот этой парадигмы с которой я начал сегодняшнюю лекцию вот и как как оператору со значениями в одной моноидальной категории перегнать во вторую то есть сначала мы рассматривали топ и сц и наш функтор был значит f на пиноль вот а теперь у нас есть некоторый функтор f и стоп значит комплекса который есть соответственно функтор цепей сингулярных но только я не хочу брать сингулярные цепи потому что с ними довольно хлопотно как бы их перемножать довольно хлопотно а я хочу взять значит как это называется кубические цепи но с кубическими там есть какая-то значит тонкость да то есть я хочу взять вот этот f от x это кубические кубические цепи на x то есть это некоторый комплекс у которого значит ну давайте я его напишу значит c cube от x в общем если взять c минус k вот это cube от x да то это будет значит равно множеству всех отображений значит и степени к в это самое x но для того чтобы получился нормальный ответ то есть который совпадает с сингулярными гомологиями нужно сразу это дело нормализовать по всем взять фактор по вырожденным отображениям где вырожденные отображения это означает что отображения которые пропускаются через куб меньшей размерности то есть у вас есть значит l меньше к если у вас есть значит сначала и в степени к она каким-то образом там проецируется на грань и в степени l а дальше она уже идет куда-то там дата ваша x то тогда вот такая композиция называется вырожденный вот ну и удивительная история заключается в том что если посчитать без этого фактора по вырожденным просто у точки то значит будут какие-то другие когомологии то есть вообще-то загадочная довольно теория она была использована сэром в его там построение спектральных последностей вот и как-то она не очень много где используется но вот для такой оперативной деятельности она очень удобна по следующей причине потому что я хочу построить функтор f то есть это означает что я хочу чтобы у меня f от x умножить на f от y переходила в f от x умножить на y я хочу значит сказать что f от x это вот такой вот комплекс значит c кьюб 0 от x c минус 1 кьюб от x и так далее так а запись идет правильно она через сколько-то время вы ее включили да просто а вы включили спасибо большое стоянку заметил что там она на технику позже вот но да и ну еще раз комплект она уже про факторизован повреждениям то есть на самом деле когда мы рассматриваем сингулярные эти самые к-ц Е 있다 там можно факторизовать по поврождение то есть нормализовать а можно нет и комплекс от этого имеет те же самые к гомологии а в этой ситуации оказывается что если не факторизовать по вырождением, так и гомологии будут совершенно другие. Вроде как пишут, что это можно проверить даже в случае точки. А с другой стороны, если профакторизовать по вырождением, сделать такую невинную процедуру, то они уже будут везде правильные. А для нас тут, для оператных вот этих, когда мы хотим построить моноидальный функтор, эти кубические кацепи, хоть и профакторизованные по вырождением, они хороши просто вот почему. Потому что если у нас есть и степени там k в некоторое x, и если есть и в степени l в некоторое y, то мы можем просто тупо, грубо говоря, перемножить эти два отображения. И здесь у нас произведение кубов будет снова кубом, чего не скажешь про симплексы. То есть, наверное, с симплексами тоже можно, но тогда там нужен какой-то дополнительный моноидальный функтор, как вы там разбиваете эти симплексы. А тут это получается совсем. Значит, если вы перемножаете, то вы пишите, что это k плюс l, оно значит изомольфно, соответственно, и k на и l. И это отображается просто вот как там фи 1, фи 2. Это будет фи 1 на фи 2 в x умножить на y. Ну вот, у вас получается такая моноидальная вполне себе структура, и на самом деле вы таким образом можете опираду любую в топологических пространствах перегнать в опираду в комплексах. И это уже существенно более содержательная вещь. То есть, если мы, например, берем вот эту вот опираду E, N, E, N, E, N. Вот. А вы можете, соответственно, вот, давайте я напишу вот этот функтор вот так, c кьюб от E, N. Это будет, соответствующая, опирада в комплексах. Вот. Ну, и эта опирада, грубо говоря, потом можно взять ее гомологии. Ее гомология это уже тоже будет, на самом деле, опирада в градуированных векторных пространствах. Но вот ее гомология, это будет опирада, ну, N-алгебр в классическом смысле. То есть, там есть умножение коммутативное и скобка степени минус N плюс 1, и они там согласованы по правилу Лейбница. Вот. А это как бы является такой вот версией немножко более производной вот этой N-алгебры. То есть, ну, например, вот, собственно, изначальная гипотеза Делиня для комплексов Хокшильда ассоциативных алгебр была сформулирована именно вот в терминах вот этой опирады. Там, если у вас есть А, и это уже совсем отступление, значит, вот ассоциативная алгебра над полем, то есть гомологический комплекс Хокшильда. Вот. Ну, там было известно еще с древних работ, там, 60-х годов, что если мы у этого комплекса, ну, этот комплекс, если угодно, определяется как, ну, его гомология, а он сам как Эрхом в категории А-бимодулей из АВА, чтобы ты не знал, ну, я надеюсь, что значительные части слушателей понятны эту запись. Это как бы производный ЭКСТ, да, то есть ЭКСТ только на уровне комплексов. То есть гомология вот этого Архома это ЭКСТ. Вот. Ну и на самом деле вот это есть гомотопическая два алгебра, то есть вот на вот этом комплексе для любой алгебры действует вот эта опирада. АН равно 2. Вот. И это, собственно, и была классическая гипотеза доления. И это очень глубокое уже утверждение. То есть, ну, оно очень важно и очень глубокое, и вот так просто вот такими вот какими-то формальными штуками не докажешь. То есть с этой точки зрения, на самом деле, вот Хошинтонский комплекс, он похож на такое двукратное пространство петель. В каком-то смысле. То есть на нем... Ну, на самом деле, мотивировкой доления было то, что там с более древних работ было известно, что на гомологиях вот этой штуки есть некоторая высшая структура, а именно есть скобка, вот о которых мы, собственно, говорили вот в мой прошлый курс. Там есть кап-продукт, то, что называется, то есть умножение сохраняющей степени. Есть скобка Есенхабера, некая скобка Ли, которая понижает степень на единицу. Вот. И оно там согласовано по правилу Лемница. Но вот там на самом деле вот это вот опирада... Ну, мы потом об этом поговорим в деталях. Но просто вот я хочу сказать, что вот эта вот структура, которая есть на когомологиях, это на самом деле структура над гомологиями этой опирады. Но Эделин предположил, что если на гомологиях комплекса действуют гомологии опирады, то чем черт не шутит? Может, на самом комплексе действует сама опирада в комплексах. Но оказалось верным и крайне важным утверждением. Намного более глубоким, чем там действия на когомологиях. Такая вот нелинейная производная алгебра своего рода. Вот. То есть я просто хотел об этом сказать, потому что это некоторый намного более содержательный пример. Вот. И действительно, если я уже это упомянул, можете рассмотреть сами уже еще один пример, когда у нас М1 — это комплексы, вот, а М2 — это градуированные векторные пространства. То есть как бы когомология комплексов морально. И вот можно рассмотреть функтор, который каждому комплексу сопоставляет его когомологии, и можете поизучать его моноидальные свойства. То есть построить вот такое вот лакс-отображение. Но просто на самом деле это можно сделать. Можете просто дома как упражнение сделать, и тогда окажется, что на самом деле у нас с топологической опирадой связано сначала опирада в комплексах, а потом связана опирада в градуированных векторных пространствах. И вот эти вот, еще раз, эти все истории, они обладают всем замечательным свойством, что если у нас есть опирада О, опирада О и Х — это алгебра над О, над О в М1, то F от Х — алгебра над F от О в М2. То есть, грубо говоря, мы не только опирады переносим таким образом, а мы еще получаем содержательную информацию, что что-то является алгебрами над ними. Если мы знаем, что... Ну ладно, давайте мы на этом сейчас вот про вот эту историю мы сейчас закончим. Вот, я хотел просто сказать про симметрические последовательности. Давайте я вот сотру это все. Я... Совершенно она не обязана, естественно, подниматься. Нет, это очень нетривиальное утверждение. Это более... Наоборот, в другую сторону очевидно. А в эту сторону это вот и есть как бы самый цинус. То есть, например, то, что на гомологиях Хокшильда действует опирада гомологии, то есть это называется структура два алгебра или алгебры Герстенхабера. Это там было известно еще в годах 70-е точно. А вот это уже там какое-то там было письмо Делиня, там Вадику Шехтману, еще кому-то. И вот там со временем это... Ну вроде было и было, а потом это все как бы всплыло снова, когда вот как раз было доказательство формальности консейча Тамаркина, где он почему-то думал, что в одной статье эта гипотеза доказана. Ну там всплыло то, что на самом деле в той статье Гесслера-Джонса есть некоторая дырка очень существенная. Вот. Ну и тогда, так как это уже был такой очень актуальный ресерч в то время, то сразу несколько людей придумало несколько новых, уже валидных совершенно доказательств, но они все нетривиальные совершенно. То есть это глубокое утверждение. Вот в эту сторону, если действует такое, то мы можем вот таким образом спустить на когмологию. Это тривиально. А поднять наоборот с когмологией на комплексы нетривиально. Ладно, давайте я вот это вот сотру. Я хочу просто поговорить вот о чем. Что на самом деле симметрические последовательности, вот то есть они определяются как такие последовательности, в которых действуют симметрические группы, они сами образуют моноидальную категорию. И на самом деле операада это просто моноид в этой категории и ничего больше. Вот. Значит, они образуют на самом деле даже замкнутую моноидальную категорию, но почему-то об этом часто не говорят. Симметрические последовательности образуют моноидальную категорию. вот замкнутая вот давайте мы давайте у нас будут x и y теперь две симметрических последовательности но не симметрические тоже образуют конечно то есть если не без симметрических то значит это означает что у нас есть x от 0 от 0 x от единицы x от двойки x от тройки и так далее тут действует значит симметрическая группа на лиц к вот то же самое с игреком то мы можем значит первым делом написать вот такое мы можем написать новую симметрическую последность которая ну давайте вот вот ее вот так лучше на самом деле будет внутренних ом вот этот вот который я писал скобочках таких то есть замкнута это означает что у вас вот есть не просто моноидальное произведение а есть еще правый сопряженный вот z и вот у этого функтора как вот то есть это означает что ну да то есть у этого функтора вот есть такой вот ну тут сказать что есть вот некоторые внутренних ом которая обозначается вот так вот и это элемент уже нашего м вот а тут значит будет x ну например если у нас есть комплексы то можно рассмотреть их вот холм между двумя комплексами ну у нас есть понятие что такое отображение комплексов да это просто это просто но что это такое это просто вот у нас есть один комплекс есть другой у нас вот сохранением степени значит один комплекс отображается в другой и все вот эти самые морфизмы они все эти самые квадратики коммутативные да то есть это стандартное понятие то есть это значит если это комплекс к это комплекс эль то у нас это последовательность фи и т из к и тв и т такое что соответствующие к и к и плюс 1 и и и плюс 1 они значит коммутативные квадраты вот у вас понятие отображения нет вот вот да я сейчас договорюсь ты позволите ладно вот смотрите вот тут вот это внешний холм то есть вот то что я написал это холм между двумя комплексами которые не комплекс но это там абелева группа или множе ну абелева группа конечно или векторное пространство но никоим образом не комплекс но на самом деле вы можете написать как вы все на вы знаете что холм можно написать для двух комплексов и как комплекс то есть можно что сделать можно вместо вот таких вот прямых историй рассматривать какие-то морфизмы которые сдвигают степень на это самое иль то есть можно написать холм эль от к эль да и это будет прямая сумма там по и тут будет значит х и хом х и в эль и плюс эль да то есть это значит у нас вот все такие вот отображения которые вот и теперь можно на самом деле убрать вот это условия что диаграммы коммутативно то есть у нас нет условия что диаграммы коммутативно но вместо этого мы определим дифференциал холм эль холм эль плюс 1 к эль да вот которая но устроена совершенно понятно каким образом если у нас есть вот там такое отображение какой-то одной степени то можно повысить степень на единицу взяв значит сначала вот такую композицию и потом еще вот такую вот композицию да то есть чтобы быть более точным вот это некая д и если я но напишу тот какой-то вот вот фи которая равно там ну ну что вот этих фи и тогда компонент это вот вот принадлежит вот этому вот делу то есть вот эти вот что театра мои фи это вот то я могу написать д фи вот равняется пси там это где все это равняется значит д там фи и т плюс минус д на фи и т на фи и только уже не это а сейчас и ну да и значит сначала если я здесь беру и вот то значит тут будет этот т это вот это а здесь будет значит уже и плюс первое вот что ну да вы правы конечно наверное но ну да потому что надо ну да потому что даже бесконечно много в принципе да вот ну значит да вот у нас значит это некоторый вариант то есть мы то есть у нас как бы вот теперь теперь ш как мы можем вот из этого хома то есть то есть у нас на самом деле совершенно очевидно что у нас вот получается комплекс что d в квадрате равно нулю если мы взяли вот так потом так плюс так минус так потом так теперь мы должны еще раз применить d но вот можно увидеть что на самом деле вот двукратно примененная операция будет равна нулю да ну это упражнение если вы это не видели вот это вот пример внутреннего хома то есть вот это вот дело это значит вот как бы хом такой вот внутренний для категории комплексов теперь смотрите как мы можем из внутреннего хома получить значит внешний по этому рецепту да то есть ну значит ну там было сказано что общий рецепт такой что хом от x в y равняется вот внутренний хом от x и вот во внутренний хом нет внешнему хома а нет внутренне ну да внутреннему хома из единицы нет я извиняюсь внешнему хома да из единицы в да в этот самый x и y вот ну и то есть то есть кто у нас такой единица единица это у нас комплекс который вот в одном месте в нулевом это у нас k а во всех других он равен нулю просто ну если мы теперь берем вот а этот хом это просто вот хом комплексов то есть то еще это значит и дифференциал на нем тоже равен нулю то есть чтобы я вот от этого внутреннего хома перешел как бы вот к стандартному я должен взять внутренний хом вот из такого комплекса который есть единица в мой внутренний хом но отсюда следует что это получу только элементы степени ноль и дифференциал и образ должен иметь нулевой дифференциал потому что дифференциал нулевой здесь понятно да замкта да что я просто привел пример да замкта это то что есть внутренний хом и внешне всегда получается вот внешне всегда получается из внутреннего просто хомом из единицы и вот я собственно я может сказал немножко раньше чем вы пришли я не помню но вот есть там если хочется посмотреть некоторый общий формализм есть то ли книжка то ли статья келли вот называется н ричд категори сири вообще название про этот н ричд категори сири вот и можно в принципе где угодно посмотреть ну кейли это стандартный как бы референс на это дело ну там первые странички потому что там на самом деле все определения очень быстро даются и просто чуть более точно ну вот ладно смотрите я хотел на самом деле рассказать про эти симметрические последовательности потому что у них есть такая очень крутая моноидальная структура которая вот тоже будет замкнута на самом деле вот и значит наша задача это это написать для x и y вот такое вот произведение это значит снова симметрическая последовательность вот и собственно вот кружочек произведения для этого кружочек произведения операда это будет просто моноид но прежде чем писать такое значит это немножко сложно написать значит люди пишут сначала вот такое произведение вот и вот это дело от n это равняется прямой сумме по k плюс l равняется n а тут нужно значит взять индуцирование с сигма k на сигма l на сигма n то есть сигма k плюс l равно n значит как обычно сигма k на сигма l это подгруппа сигма n и надо взять как бы индуцированное представление от x k на y l вот но это у вас таким образом значит уже такое индуцированное понятно да вот у вас получается тоже некоторая такая последовательность значит для каждого n будет некоторый модуль над симметрической группой вот дальше значит этот на самом деле это ассоциативная некая операция вот и мы будем рассматривать вот такие вещи как y в некоторой степени l вот сейчас вот это означает что вы должны вот когда мы такое пишем это означает что мы ну да ну да или если угодно y1 на y2 на y2 на y то есть вот такие как бы многократные истории ну вот и значит то что нам нужно чтобы вот такое определить это вот что что x от y значит n это равняется это равняется сумме по k по k и n1 плюс nk равно n вот тут нужно написать x от k тут нужно написать над сигма k а тут нужно написать значит вот y нужно написать ну да ну нет ну на самом деле наверное сейчас то есть в принципе ну да то есть наверное нужно ладно давайте я напишу в общем нам не совсем четко не знаю вот нужно писать int от сигма n1 сигма nk вот тут будет сигма n1 плюс плюс nk то есть n да вот а тут нужно написать y на n1 умножить на y от nk вот давайте значит разберемся что тут происходит вот это вот у нас n я так и напишу n ладно вот а значит но это как бы ну да но вот такая вот история на самом деле ее можно на как-то более элегантно выразить через такое то есть но для этого нам нужно в общем в общем я не знаю давайте вот оставим вот эту вот формулу потому что для нас это достаточно вот а значит что тут происходит то значит у нас вот рассматривается правая структура модуля над симметрической группой на xk а здесь вот собственно собственно ну так как тут прямая сумма по n1 плюс nk то вот здесь вот сигма к действует просто перестановкой вот этих факторов и действует уже значит с слева вот то есть она переставляет вот как мы там у нас было определение операды вот а с другой стороны значит это все оказывается модулем над над сигма n и сигма n действие сигма n это вот вот отсюда то есть на самом деле вот этот вот 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 этот вот конкретная история она если взять то есть если взять вот прямую сумму по n1 плюс nk равняется n и тут взять там вот это вот индуцирование от сигма n1 сигма nk сигма n и тут взять там y n1 на y nk то есть что-то похожее на то что мы имели вот здесь то у нас это будет бимодулем то есть с одной стороны на этом действует прямое произведение симметрических групп от n1 так далее nk действует справа с другой стороны действует сигма к слева вот но поэтому вот мы тут используем на самом деле что вот эти действия коммутируют и результате вот то что у нас остается здесь она является модулем над симметрической группой от n переменных ну вот такая вот значит прекрасная история и легко понять что оператор это просто да но тут надо доказывать что это значит действительно моноидальная структура то есть это это операция она ассоциативно причем ну так она ассоциативно в том смысле что ассоциатор это изоморфизм и то есть ну вот я не знаю но вот это на самом деле я вот вам закачал эту самую сейчас я посмотрю только мы хочешь руки вытереть вот я вам закачал вот эту вот книжку и тут это написано по я вам секции 5 то есть если да сейчас ну да вот секция 5 лады квилен значит ну вот скорее 5 ну да 51 вот вот до 51 то есть секция 51 вот можете об этом потом почитать что там например есть наверное доказательства что она лады и извините валет не секция 51 вот но там на самом деле есть вот еще некое развитие дальнейшая которая тоже крайне элементарно и крайне важно вот она насколько я понимаю написано вот в этой статье от румынского человека станку леску вот он собственно показывает что есть еще внутренний хом вот этого дела и это для нас тоже на самом деле довольно интересно вот но это короче говоря такая штука она ассоциативно можно почитать доказательства владей валет секции 51 а значит мораль заключается в том что операда это в точности моноид значит а но я забыл сказать что есть еще единицы конечно кто у нас такой значит единица единица в этой категории единица у нас должна быть я так понимаю что вот там то есть да сейчас тут вот тут я говорю вообще говоря я имею ввиду категорию этих самых векторных пространств или комплексов то есть что-то линейное конечно это совершенно не обязательно это можно для любой моноидальной категории сказать но вот по крайней мере единица в этом случае это будет 0 вот здесь будет просто к вот здесь будет 0 то есть вместо 0 вместо 1 вместо 2 вот ну и можно значит проверить что если мы берем x на такую вот единицу то мы получаем x и единицу на x мы тоже получаем x вот но можно проверить я думаю это правда вот но и значит да и значит теперь определение заключается в том что операда симметрическая это моноид это нет не в категории и это единица да в нашей исходной категории м да но в нашем случае если это векторное пространство это просто к да вы совершенно правильно говорите да мы просто берем единицу в нашей исходной моноидальной категории ставим на место 1 но тут просто вот видите мы тут тут важно что в других местах стоят значит нули то есть это начальные объекты вероятно мы должны в случае например множество летопологических пространств поставить пустые множество или пространство вероятно чтобы это все работало то есть начальный объект вот но да значит операда это моноид в вот эта категория симметрических последовательностей значит как это называется давайте напишем сек сигма сек сигма значит операда это моноид в сек сигма вот с такой вот значит моноидальной структуры но а но мы просто решили просто но пока мы ну вот прямую сумму я пишу они к они к произведению общая тут ноль пишу ну давайте это будет у про это все можно сказать в любой м но это некое уже упражнение ладно вот значит вот но почему это моноид это на самом деле совершенно ясно смотрите вот пусть у нас есть моноид то есть некая симметрическая последность о такая что о на о о на о отображается во вот но значит вот у нас получается что 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 получается что там о от к на там прямая сумма по н 1 плюс н к равно н значит на сигма к на индуцирование с сигма с сигма н 1 на сигма н к сигма н о от н 1 о от н к отображается о от н 1 плюс н к да 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 еще раз нет но мы видите у нас сумма пока вот здесь и по это первый аргумент суммирования и по н 1 плюс н к равно н да то есть мы берем любое конечно вот значит смотрите вот и то есть то есть вот нам надо понять что такое что такое вот эта штука ну в общем мысль которую тут нужно нужно понимать что вот это вот такое отображение она приводит ровно вот к таким вещам с которых мы начали и ровно к тем условиям симметрии которые мы наложили но ключевое тут как бы условия заключается в том что индуцирование это ну вот если у нас есть вообще я не знаю вот группа аж и она под группа в некоторой большей группе же дата у нас хом же мод и тут значит будет индуцирование аж на же от некоторого там в и тут будет дубль в где дубль в это же модуль то это будет то же самое что хом в аж мод вот тут значит будет стоять в а тут будет стоять и стрикшен значит с я не знаю как это написать саш на дубль в с же или наоборот вот вот дубль в то есть это означает что ну например если у меня ну например если у меня аж это просто одна точка так группа состоящая из единицы тогда тут написано что как бы свободный модуль который проживает тогда будет векторное пространство и получается что если мы берем значит из вот этого вот это будет такой свободный же модуль порожденный векторным пространством в вот и это его хом в любой другой же модуль w это то же самое что если мы берем просто хом векторных пространствах из в в вот просто мы забудем на дубль в структуру уже модуль рассмотрим его как векторное пространство вот ну и отсюда в общем следует что для того чтобы мы теперь из этого индуцированного дела определили значит хомы куда угодно мы можем просто забыть это индуцирование и рассмотреть вот то с чего оно индуцировано в данном случае как сигма от n1 так далее nk модуль и это в точности приводит вот к тому вот определению явному которое написано вот было вверху с теми условиями симметрии которые там были написаны окей вот это ну да конечно да ну да ну да ну на самом деле это общая история вот это это функтор ограничения у него есть левый сопряженный и правый это в общем верно на самом деле в крайне высокой общности и вот в группах это вот индуцирование там в алгебрах бывает 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 наоборот правый сопряженный коиндуцирование вот то есть этот функтор видите он точный то есть у него ну потому что мы как бы он переводит точную последность точную последность а вообще говоря левый сопряженный он точно справа да а правый сопряженный точно слева но то есть так как у нас вот функтор точный то вполне может статься что у него есть левый и правый сопряженный но вот тут так и получается ну ладно значит смотрите а вот получаю значит вот это мы определили вот это дело но можно там почитать я эту статью вот этого скальтинеску но она написана так более категорно и она реально очень хорошая я вот когда ее впервые обнаружил я даже там на радостях что-то начал фантазировать и какую-то вполне содержательную деятельность нафантазировал ну вот вроде как ему там просто такой вот великий математик андре джо ялыча он по крайней мере известно что он плотно с ним общался вот андре джо ял это тот человек который собственно придумал любимые сейчас всеми бесконечности категории бесконечности то есть придумали бордман и фокт но он там построил модельную структуру и вообще сделал там наверное три четверти всей работы вот первые вот но есть влияние джо ялова такой коротенькой работе поэтому это интересно но в общем короче говоря смысл в том что у этого произведения есть внутренний хом давайте я его попробую значит написать я буду ну чуть-чуть посмотрю шпаргалку чтобы не не ошибиться ладно вот хотя наверное я не ошибусь так что-то я еще вот значит внутренний хом из x в y вот и вот это определяется как значит хом в этих самых симметрических последовательностях вот здесь на первом месте ставится x вот в этой вот степени n спасибо большое что сказали вот n а здесь y значит что это означает ну это означает что давайте лучше то есть то есть вот тут надо n написать ну давайте да напишем n тут тоже n ну да то есть это означает что вот мы должны написать что а нет нет тут никакого n тут никакого n значит писать не надо вот вот у нас значит при любом n у нас вот это вот дело это симметрическая последность и я должен тогда значит написать что x y вот это вот варности k это просто вот этот вот хом симметрических последовательности от x н и вот это варности k вот на y значит ну как бы да то есть это вот такие вот хомы вот и ну просто тут уже тогда просто вот то есть есть вот такое вот определение то есть чтобы если мы его теперь хотим раскрыть так сказать то мы должны написать что это хом значит над сигма к оп и тут надо написать что это значит прямая сумма по k1 плюс k n равняется k вот как то мы теперь k и n поменяли местами вот тут нужно написать индуцирование с sigma k1 на sigma k n sigma k вот и тут нужно написать значит действительно x n1 на x nk а тут да и вот все это нужно взять значит хом нужно взять в игре катка вот ну вот у нас получается значит некоторый такой да только хом нужно брать этот самый вот внутренние то есть нужно ну ну то есть это должно быть там элемент нашей категории то есть вот здесь нужно брать вот вот такой хом который я обозначал вот так да хороший вопрос сейчас секундочку нет это очень хороший да что то я может быть тут действительно набрал сейчас секундочку секундочку нет что то я тут видите немножко это самое вам приврал я а нет ну ну да нет ну правильно да я вот вот здесь нужно написать n да то есть это вот симметрическая последность которая при каждом n она ну да при каждом ну вот тут тогда вот это вот надо эти к стереть надо просто написать вот здесь вот y и если мы это дело хотим расшифровать это означает что мы должны значит взять действительно вот внутренний хом из прямой суммы по к 1 плюс к n равно к то есть по а вообще на самом деле любое мы просто берем какие-то n чисел где n это элемент отсюда и значит которые в сумме что-то дает и вот значит вот такую вот штуку устраиваем да да то есть хом это вот то есть вот ну 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 да то есть ну да то есть вот здесь надо вот ну ну да то есть в общем вот вы берете вот хом вот это внутренний хом на исходной моноидальной категории м да вот то есть вот каком то таком тут наверно надо подчеркнуть как сказать ну в общем в общем короче говоря смысл в том что имеется вот такой вот как бы правый сопряженный к этому делу и вроде даже я попробовал дома очень легко показать что он правый сопряженный действительно вот вот в этом в этом смысле вот как мы всегда писали вот где-то здесь что хом от x ну что в нашем случае значит это хо вот это симметрические последности от x умножить на y z изоморф на хому симметрических последностях x y z вот а теперь значит зачем нам это все нужно потому что вот помните мы в прошлый раз вот в чем красота собственно почему я вам об этом рассказал потому что на самом деле вот вообще с этим внутренним хомом очень красиво в него укладывается там операды которая нужна для действия значит для того чтобы определить алгебру над операдой или что то же самое действие операды на каком-то объекте ну вот смотрите значит давайте мы значит утверждение такое что пусть у меня допустим пусть в это векторное пространство и давайте рассмотрим вот такое как бы x оно равно v в степени 0 а потом 0 в степени 1 0 в степени 2 и так далее то есть мы начинаем с v в степени 0 а дальше идут нули тогда значит утверждает тогда давайте рассмотрим вот x в x вот этот вот внутренний хом но я утверждаю что это будет значит то же самое что операда end от v ну давайте попробуем может быть я вас обманываю давайте должно получиться мне кажется давайте вот посчитаем по этой формуле значит что мы должны сделать ну вот у нас значит вот у нас у и x это значит все это вот наше вот вот у оно то же самое в нашем случае вот то есть то есть k имеется не нулевое только в случае k равно нулю да то есть мы должны как бы мы можем ограничиться значит случаем k равно нулю и тогда единственное вот разбиение которое тут у нас возникает это насколько я понимаю ноль плюс ноль плюс ноль n раз равно нулю вот и и прекрасно и тут никакого индуцирования нету мы считаем что сигма ноль это просто тривиальная группа конечно но при этом у нас вот здесь вот возникает то есть казалось бы что это какой-то нонсенс но тем не менее здесь у нас каждый x от нуля x от нуля это все v то есть у нас y от нуля тоже v и у нас получается что x от x значит от n в этом случае равняется просто вот внутреннему хому соответственно из v в степени v в степени n просто v вот ну то есть это на самом деле теперь давайте поглядеть то есть это в точности то как мы определяли вот эту вот операду end end от v n да вот ну давайте теперь посмотрим что дает нам вот это вот вот этот как бы junction он нам говорит что вот здесь мы допустим у нас теперь y равно z равно вот этому вот v 0 0 0 да там а x равно нашей вот некоторой операде о вот то есть а x это значит моноид относительно вот этого произведения ну вот тогда мы можем просто значит определить что такое значит алгебра что такое что в это алгебра над операдой о значит следующим образом мы хотим чтобы у нас было отображение о на в ну да на то есть но ну вот на на y да ну давайте давайте это напишу давайте это буду обозначать подчеркнутое в это то есть ну так вот это вот эта вот штука но подчеркнутое в в подчеркнутое в вот и вот по вот этому присоединению мы видим что это то же самое вот что значит отображение из о в вот это значит внутренний хом из в в то есть вот это наша операда н то есть мы на самом деле приходим вот к тому же самому определению которое у нас ну было вот в прошлый раз в несимметрическом случае но интересно тут то что на самом деле получается что мы можем рассматривать необязательно x вот такого вот частного вида то есть на самом деле алгебра над операдой может быть тоже некоторая целая там симметрическая последовательность вот которая просто вот более общая то есть вот которая в которой имеет ненулевые компоненты в любом случае и тогда можно определить на что такое вообще в общем случае что некоторая y является там алгебра эндоперады о это значит у нас есть такое вот отображение из о от y в y которая согласована с моноидальной структура с вот структурой моноида о на о ву да то есть это значит что вот мы можем написать такую вот вещь о на о на y вот у нас есть две стрелки в y и эти две стрелки должны быть равны значит первая стрелка это мы берем значит сначала о на y то есть мы тут берем значит вот это умножение в о на identity y вот вот а тут берем значит умножение m y вот то есть m y это вот это вот отображение которое у нас тут вот есть да вот это будет y а можем сделать наоборот можем два раза взять m от y можно взять o на y и это будет identity на o на m y да и тут взять m y вот и вот собственно вот это вот на самом деле условие что что-то является алгеброй над этой самой оператой и она переговаривается таким образом что вот вот эта штука является отображением операт вот ну в общем просто на самом деле вот мы видим что ну мне это нравится потому что вот этот вот это ну как бы вот этот он очень получается что в некотором очень частном случае дает нам эту операту энд и показывает что мы на самом деле операту энд можем определить не только для элемента нашей моноидальной категории m а для любой вообще симметрической последовательности и в этом есть некоторый смысл но теперь давайте вот под конец мы просто проговорим немножко что эти все условия симметрии на самом деле для нас означают то есть мы которые значит что такое значит что такое